КАРТОФЕЛЬ С вами наша постоянная рубрика «Старый базар». Это микс интересных фактов, полезности продуктов и экономии. Многим непривычно, но все современные словари приводят единственно правильный вариант. Не свекла, а свекла. Но есть у этого корнеплода и другие варианты в обход ударением. Буряк или бурак – так называют свеклу на Украине, в Белоруссии и некоторых регионах России. У нас на Дону в частности. Впрочем, как свеклу не назови, достоинств у этого корнеплода предостаточно. В Древнем Риме она считалась эффективным афродизиаком. У древних персов – символом раздора и ссор. А у девушек на Руси – красоты. Ею старательно натирали щеки. Сегодня румянец обходится без нее, и главной задачей остается наполнение кухонного стола. Чего стоят только любимый борщ, свекольник и винегрет. А авторитетный английский повар и телеведущий Джейми Оливер разнообразил список рецептов из этого овоща. И предлагают попробовать запеченный фалафель, к примеру, рулетики с творожной начинкой или вообще свекольный торт. Рецептов масса. Главное – корнеплод правильно выбрать. Это винегретные, вот это одинаковые, просто чуть-чуть это, они меньше. Понимаете? Это мы называем мышиный хвост. Тоненькие хвосты, сладкие, самые сладкие. А вот свеклы, когда урожай собираешь, 105 дней надо собрать. Если чуть-чуть пошла дальше, опоздали, тогда они горщик чуть-чуть. А это большого свекла, борщ готовить. А другой нигде не годится, это только борщ добавляют и все. Интересно, что изначально люди ели листья свеклы, а до корнеплода докопались позже. Римляне вымачивали ботву в вине или уксусе и приправляли перцем. А получали свеклу в том числе в виде дани с порабощенных германских племен. Кто бы мог подумать, какой ценный продукт? Ну, понятно, что полезный. Еще в древности ее использовали как лекарство. Полезных веществ целый набор. Свекла – один из овощных лидеров по концентрации йода. Она укрепляет иммунитет и защищает организм от простуды. Помогает бороться с депрессией, а в составе борща еще и спасает от похмелья, что сейчас самое то. В общем, одни преимущества – вкусно и полезно, дешево и долго хранится. И главное – всегда можно найти на рынке. Вы когда-нибудь видели удочку из морковки? А то ли еще будет два шотландских ученых. Размельчили морковь на мелкие частицы и объединили их специальной смолой. И получился биологический и высокотехнологичный материал. Опробовали его для изготовления обыкновенной удочки. Но останавливаться на этом изобретатели не планируют и считают, что их материал можно использовать для производства, например, сноубордов, автомобильных деталей и не только. Экологичный материал – это, конечно, хорошо, но лично мне просто нравится вкус моркови. Вы знали, что привычный нам оранжевый цвет вовсе не исконный для моркови. Изначально она была фиолетовой и из-за сильной горечи вряд ли кому-то бы пришлась по вкусу. Разве что лошадям? Зато без сегодняшнего варианта не уходится практически ни одно блюдо. Сегодня с селекционерами выведено больше 60 сортов моркови. Можно найти и оранжевую, и желтую, и фиолетовую, и белую, целую морковную радугу. И вкус, если она культурная, столовая подойдет как для первых-вторых блюд, так и для приправ, напитков, десертов и даже варенья. Согласно директиве Евросоюза, морковь – это и фрукт, и овощ одновременно. Но у нас-то просто овощ. Полезный, кстати, как в сыром, так и в любом другом виде. И в этом он поистине уникален. Во время варки содержание антиоксидантов повышается вдвое. А это, на минуточку, природный щит для организма. В одном из выпусков мы рассказывали о фестивале редиса в Мексике. А вот в США есть фестиваль моркови и национальный день морковного торта. И это не шутка. Американцы вообще славятся своими необычными праздниками. Их торт имеет давнюю историю. Морковь стала прекрасным заменителем такому дорогому тогда сахару в выпечке. А в 70-е-80-е годы, когда американцы массово озаботились здоровым образом жизни, морковный торт стал мегапопулярным. А о морковном кофе вы что-нибудь слышали? Да-да, есть и такой. Придумали на всякий случай даже парфюм с нотой моркови. Вот такой универсальный корнеплод. И главное, доступный для всех во всех отношениях. Моя морковка стоит, это 40 рублей. Вот там есть 25 рублей, это 50 рублей я продаю. Морковку убирать надо, знаете какую, торотелцу. Сладкая, хорошая торотелка. Очень вкусная. Приделить вы можете, вот тупоносый, как говорят, торотелка так получается. А эта совсем другая, видите? Вот эта вот тупоносая, будет сладкая, вкусная, да? Сладкая, вкусная, да. Первое, второе, десерт и напиток, а также природная зубная щетка от духи, витамины, средства для аппетита и при этом лучший перекус для худеющих. Список можно продолжать и продолжать. В общем, грызите морковь, если варить неохота, и будете сыты и здоровы без ущерба для кошелька. По крайней мере, цена на этот корнеплод, даже если и растет, то совсем незначительно. Их называют третье царство или царство живой природы, так как они сочетают в себе признаки и растений, и животных. Грибы – самые разнообразные живые существа на планете. Их изучено сегодня больше сотни тысяч видов. И есть особенно интересные. Плазмодель, к примеру, умеет перемещаться со скоростью примерно сантиметр в час. На вид он напоминает полупрозрачный студень. Есть грибы, которые охотятся на червей нематодов, заманивая их в ловушку. Но мы, конечно, охотились на Старом базаре за более традиционными вешенками да шампиньонами. Тем более, что с ними и вареники к Старому Новому году разнообразнее. А сюрприз в виде грибов приятный к долгой и счастливой жизни. Интересных вариантов вареников с грибами, как оказалось, множество. С гречневой кашей или кислой капустой, к примеру, по-польски. Или вареники с грибами, капустой и селедкой. Вареники старорусские, с говяжьим сердцем и легкими. Или с фасолью, или с рисом. Еще из необычных – с колбасой, из льняной муки с грибами и зеленым горошком. И даже с конопляной начинкой. Но чаще хозяйки все-таки ограничиваются более традиционными рецептами. Что собираетесь из грибов готовить? Вареники. Расскажите рецепт. Картошка, лук – это для начинки. А тесто я по рецепту маминому готовлю. В грибах полно витаминов и полезных веществ. Полезны они для сердца и нервной системы. При профилактике малокровия укрепляют костную ткань и иммунитет, спасают от простуды и не вредят диабетикам. К тому же в них совсем нет холестерина. И, кстати, самые нейтральные грибы, которые являются источником растительного белка, микроэлементов и витамина D – это банальные вешенки и шампиньоны. Витамин D они в себя вбирают буквально в последние несколько часов выращивания, которые проводят под ультрафиолетом. На старом базаре точек с грибами сейчас не так много, но несколько есть. В основном здесь традиционные шампиньоны и вешенки. Сушеных сибирских мы не нашли. Но если уж очень захочется, можно купить замороженные. Цены на шампиньоны варьируются от 120 до 200 рублей в зависимости от размера, сорта и свежести. Нашли мы и за сотню совсем малышей. Плюс это же базар, можно поторговаться. При выборе грибов нужно присмотреться. Нет ли плесени, сомнительного пушка, слизи и принюхаться. Не должно быть кислотного искусственного запаха. Грибы должны пахнуть грибами. Героям нашего следующего сюжета индейцы пользовались во всех сферах своей жизни. Питались, лечились, кормили животных, использовали как топливо и для строительства жилищ. Предполагается, это одно из самых старых культурных растений в Северной Америке. Аборигены называли его топинамбус, что в переводе означало «солнечный корень» и считали его даром бога Сонка. Подтверждение чему видели в его ярко-желтых соцветиях. Индейцы верили, что в этих солнечных плодах невероятная сила, благодаря которой мужчины племени были сильны не только телом, но и духом. А раны воинов заживали быстрее. А женщины долго оставались молодыми, красивыми и рожали здоровых и крепких детей. Земляная груша и иерусалимский артишок, бульба, бульва, бараболя – это все о нем. Его статус – неприхотливость. На одном месте топинамбур может жить до 40 лет. Причем ни сырость, ни недостаток света, ни качество почвы – ни помеха. Но даже не это его главное достоинство. В основном люди берут, ну, как если, как лекарственное средство, то те, кто страдает диабетом, они, если съедают 100-150 грамм в день, он понижает сахар. Вот. Это его такая вот прямая польза. Топинамбур богат инулином, натуральным аналогом инсулина. Так что регулярно жуя клубни сырые или жареные, можно заметно снизить уровень сахара. Хороша земляная груша и для тех, у кого проблемы с весом. Но и это еще не все. За ее употребление спасибо скажут пищеварительная и иммунная системы, железы внутренней секреции, стенки сосудов, суставы. И рецептов для топинамбура, как оказалось, достаточно. Например, это бескрахмальная замена картошки. Можно помыть и запечь в духовке. Можно помыть, почистить, пюре сделать. Можно пожарить. Можно со сливками делают пожарить на сливочной массе и со сливками. В общем, рецептов очень много. Вот приходят и повара, и ребята рассказывают, что с ним можно приготовить. Ну, масса вкусных блюд. Ну, вот я же говорю, самая польза его, когда он в сыром виде. На старом рынке можно найти краснодарский топинамбур покрупнее и помельче местный. Наш, говорит продавец Ирина, вкуснее. Цены вполне приемлемые – 100 рублей за кило. Наши и 150 – кубанский. А хранится он так же, как и растет, неприхотливо, в прохладном месте. Погреб или холодильник – идеально. И запасаться им в проб пока не стоит. Сезон продажи топинамбура закончится только к лету, когда стартует его новый сезон роста. Это все, что мы успели промониторить в первую рабочую неделю года. Интересуйтесь рыночной в прямом смысле экономией, оставайтесь с нами и узнаете еще много интересного. С вами была ведущая рубрики «Старый базар» Марина Черных.